МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 11 выздоровели и 9 заболели. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Создателю первой советской водородной бомбы в Сарове установит памятник Андрею Сахарову. Благотворительность онлайн. Стартовала акция «С миру по листочку». Далее расскажем обо всем подробно. Минздрав Турции не фиксирует рост новых случаев коронавируса в курортных регионах страны. Об этом сообщил РИА Новости представители ведомства. Ранее в вспышке COVID-19 на турецких курортах сообщили российские СМИ ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреддина Коджи, который заявил о росте новых случаев коронавируса по стране в целом. Как отметили в турецком Минздраве, растет число заболевших в крупных городах. Анкаре, Стамбуле, Коне, Диарбакире, Газиантепе. Посреди земноморскому региону Турции, куда входит провинция Анталия. Наоборот, число новых случаев уменьшается. На курортах России ситуация иная. В Краснодарском крае за минувший день зафиксировано 125 случаев заражения COVID-19. Это новый суточный антирекорд для региона. Число больных растет и в Крыму. Больше всего заражения фиксируют в Ялте. Всего в России по состоянию на 6 августа зарегистрировано почти 872 тысячи случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 5267 новых больных. Выздоровели за все время эпидемии более 676 тысяч россиян. Скончались 14606 наших сограждан. Баням и саунам разрешили открыться. Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Работа разрешена при условии, что они будут обслуживать не более трех совместно пришедших посетителей. Фитнес-центром, спортклубом и другим компаниям по организации спортивных и экскурсионных мероприятий разрешили проводить занятия на открытом воздухе с участием до 15 человек. Также спортсмены в закрытых помещениях могут заниматься в пятером, а не втроем, как было раньше. Возникало много вопросов у тренеров и руководителей спортивных учреждений. В командных видах спорта численность занимающихся имеет принципиальное значение. Надеемся, что изменения указа позволят тренироваться более полноценно, сказал Глеб Никитин. По состоянию на 6 августа в Нижегородской области зарегистрировано почти 24,5 тысяч случаев заражения. 105 новых больных выявили за последние сутки. 20 938 человек выздоровели. 401 нижегородец скончался. По состоянию на 6 августа в Сарове зафиксировано 985, плюс 9 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 11 человек. Таким образом, болезнь преодолели уже 744 саровчанина. Умерли от COVID-19 5 жителей города. Госпитализированы 24 человека. Из них 23 лечатся в КБНР-50. Там один в тяжелом состоянии. Один тяжелобольной направлен в инфекционную больницу номер 2 Нижнего Новгорода. 142 человека, контактировавших с зараженными, находятся дома на карантине. За минувшие сутки лаборатории провели 240 исследований. В Сарове установят памятник одному из создателей самого смертельного оружия – водородной бомбы – Нобелевскому лауреату мира, выдающемуся ученому и общественному деятелю Андрею Дмитриевичу Сахарову. Монумент будет воздвигнут на проспекте мира в рамках празднования 100-летия со дня рождения советского физика. Подробности смотрите в следующем репортаже. Сахаров создал самое смертоносное оружие на планете, но спустя годы стал ярым противником его применения. В Саров он приехал в 1949 году. Почти 18 лет работал в конструкторском бюро номер 11. Тогда оно относилось к филиалу Курчатовской лаборатории. Именно там он создал макет бомбы под названием «Слойка». В 1955 году после успешного испытания оружия Курчатов поклонился Сахарову со словами «Тебе, спасителю России». А через 20 лет Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию мира. Невысокого роста, худощавого телосложения он обладал невероятным мужеством и вплоть до своей смерти заявлял о том, что не согласен с официальной политикой страны. За свою правозащитную деятельность он часть жизни провел в ссылке, лишенный звезд героя, орденов и других регалий. К столетию со дня рождения великого ученого в Сарове установят памятник. Он должен быть на ходу, должен быть на виду, понимаете. И в таком, в принципе, в тихом месте, чтобы не нарушало его памятник, сделанный в виде раздумий, то есть, чтобы не нарушало именно его научную мысль раздумий, как ученый, чтобы все это вместе, чтобы сочеталось. Решение о том, где установить памятник, принимала комиссия. Рассматривали несколько мест, в том числе на улице Сахарова, около его дома-музея и возле музея ядерного оружия. Комиссия не единогласна, а при одном воздержавшемся, это приняло решение обратиться в Думу города Сарова с утверждением решения о необходимости установки памятника по проспекту Мира. Культурные мероприятия, приуроченные к столетию, со дня рождения Андрея Сахарова, пройдут по всей стране. До 1 октября 2020 года нижегородские льготники должны сделать выбор в пользу денежных выплат или социальных услуг. Это касается обеспечения лекарственными препаратами и путевками на санаторно-курортное лечение. Подать заявление можно лично или дистанционно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 11 августа работники старше 40 лет официально получат оплачиваемый выходной для диспансеризации. Об этом со ссылкой на изменения в Трудовой кодекс сообщает российская газета. Начиная с этой даты, работодатели обязаны каждый год на один день отпускать работников, которым исполнилось 40 лет на медицинское обследование, в поликлинику с сохранением среднего заработка. Подтвердить, что выходной был потрачен на диспансеризацию, можно будет справкой от врача. На том, что профилактические медосмотры для граждан старше 40 лет должны быть регулярными, настаивали в Министерстве здравоохранения. Теперь рекомендации ведомства закреплены законодательно. Прием заявок на конкурс «Атом рядом», который приурочен к 75-летнему юбилею атомной промышленности, продлили до конца августа. Для участия нужно снять на камеру или смартфон видеоролик на тему «Атом рядом», после чего отправить клип на официальный сайт проекта. Конкурс проходит в свободном формате. Каждый участник сам выбирает жанр для своего ролика. Это может быть клип, лекция или короткометражка. Итоги определяют по результатам зрительского голосования. 85 победителей со всей России получат ценные призы. Авторы самых креативных видео пойдут в гости в «Атомные города» на празднование юбилея и получат возможность поучаствовать в съемках фильма об атомной промышленности. На пруду Боровом снова можно купаться. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, последние анализы показали, что вода в норме. Она соответствует всем требованиям по гигиеническим и микробиологическим показателям, а значит, безопасна для отдыхающих. Напомним, этим летом в Сарове работают два официальных пляжа. Один на Боровом и другой на озере Протяжное. В Сарове стартовала акция «С миру по листочку-2020». Этот благотворительный проект проходит в нашем городе уже 12 лет. Традиционно в августе начинается сбор помощи семьям с детьми к 1 сентября. Кроме концтоваров принимается школьная одежда, спортивная форма, обувь и другие вещи для учебы. В этом году акция будет проходить в особом формате. Подробности далее. Пусть наши дети учатся жить в мире, где мы помогаем друг другу. Под таким девизом работает волонтерский центр «Радость моя». За 12 лет благодаря их стараниям сотни семей подготовились к Дню Знаний. На этот раз мы делаем основной акцент на город Саров, потому что в последние годы мы всегда помогали Дивеевскому району. В этот раз мы стеснены в средствах и очень затруднен сбор средств. Поэтому пока до сих пор не решен вопрос с нашим очным сбором средств в торговых центрах, у нас уже запущена электронная платформа. На платформу «Я соберу» там можно, как говорится, сделать свое пожертвование. В прошлом году помощь оказали 460 ребятам. В этом году пока зарегистрировано 420 детей. Организаторы надеются, что акция «С миру по листочку» вновь найдет среди горожан большой отклик. Помочь можно не только деньгами. На гуманитарном складе принимают детскую одежду, обувь, школьные принадлежности и канцелярские товары. Сейчас у нас самая дорогая позиция – это общие тетради для старшеклассников. Просто хочется… У них не очень разнообразный набор. У маленьких там больше всяких школьных принадлежностей. У старшеклассников все лаконично. Но вот хочется дать им достаточно много этих общих тетрадей. Поэтому если будет такое желание помочь, пожалуйста, общие тетради. Но желательно, знаете, с таким оформлением, чтобы можно было дать как мальчику, так и девочке. Список семей, которым требуется поддержка, составляет Центр социальной помощи семье и детям. Если вы хотите принять участие в сборе и помочь нуждающимся, приносите вещи на гуманитарный склад по адресу улица Пушкина, 24А. Более подробную информацию об акции можно посмотреть в группе ВКонтакте «Саровский центр волонтеров. Радость моя». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Почти 150 дней жители Нижегородской области ждут заветных слов. Регион переходит на второй этап. С 13 марта они ежедневно следят за сводками оперативных штабов. С радостью встречают очередные послабления режима повышенной готовности. Губернатор обещал в ближайшие дни внести изменения в указ о переходе на второй этап. Как восприняли саровчане эту новость, выясняла наша съемочная группа. Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. И многие регионы нашей страны приступили к поэтапному снятию ограничительных мер. Нижегородская область вошла в это число. Пойдемте узнаем у сыровчан, рады ли они этому. Ну, я рад, что открыли кинотеатры, хотя, например, в том же спаре опять охранник не пускает людей без масок. Ну, я надеюсь, что скоро он вообще совсем полностью пройдет. Это мы как-то не заметили? Мы этого не заметили, если честно, потому что мы вот всю эпидемию, мы были в другом месте, а сюда приехали, здесь, как говорится, все по-новой начали это переживать. Поэтому мы ведем себя так, как говорится, соблюдаем дистанцию, не ходим в массовые, там, где с массовым скоплением людей. Поэтому в основном на даче. Ну, в принципе, наверное, пойдет. Вот, он мне чем помог. Вы видели? Это белые грузи. И вообще надо все закрыть, потому что у нас народ несознательный. Народ несознательный. Говорю, вот сейчас я проехала в автобусе. Половина, значит, в масках. Теперь половина нет. Особенно молодежь. Молодежь не боятся. Да, конечно. Еще бы открылись какие-нибудь заведения уже более хорошо. Ну, это, наверное, четвертая сетка уже снятия, да? Да, в принципе, да, это хорошо. То есть, это значит, что заболеваемость уменьшается, то есть, если, ну, наше правительство открывает. Да, вопрос, конечно, интересный. Без магазина, без общепита вообще жить невозможно. И когда девушки становятся некрасивыми, им надо парикмахерский. Они закрыты все. Они страдают от этого. Но с другой стороны, это же источник возможного заражения, пересечения. Тут надо как-то выбирать золотую середину. Ну, подходить к этому вопросу таким образом, чтобы подстрелиться можно было и не заразиться. Маски обязательно. Меня не интересует ничего. Я спокойно хожу один, не касаюсь никого, чтобы не заразиться. А с чем больше рад? То, что гулять можно спокойно. То, что на работу, наконец-то, вышло уже. Очень рада. Чему больше всего раскрыть? Всему. Что открывается, все надо. Да, конечно, очень рада. Чему больше всего рада? Что больше становится свободы. То есть, можно уже пойти куда угодно. Душевная свобода. Конечно, парикмахерская в первую очередь. Уже надоело ходить по квартирам. Вот, давно бы уже все это открыли. Прям вообще, мы счастливы. Опрос показал, что большинству саровчан нравится, что в городе открываются фитнес-центры, рестораны, кинотеатры и другие предприятия. Но больше всего им нравится, что в здоровье снижается риск заболеваемости коронавирусом. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. По приглашению Станиславского он рисовал декорации для Московского художественного театра. Оформлял антрепризы для знаменитых русских сезонов Дягилева. Потом рисунки Мстислава Добужинского стали иллюстрациями к классическим произведениям. В этом году отмечается 145 лет со дня рождения театрального художника и иллюстратора. В отделе редкой книги библиотеки имени Маяковского хранятся прижизненные издания авторов с рисунками Мстислава Добужинского. Каждые две недели сотрудники библиотеки имени Маяковского обновляют экспозиции в зале фонда редкой книги. На этот раз там открылась выставка «Слети к нам, тихий вечер на мирные поля». Ее посвятили 145-летию со дня рождения иллюстратора театрального художника, члена группы художников мира искусства Мстислава Добужинского. Его работы украсили сотни книг известных писателей. В 1904 году выходит первая попытка Александра Бенуа исторического исследования русской живописи. И в разделе о состоянии современной живописи он включает репродукцию картин Мстислава Добужинского «Человек в очках». И отмечает, что Мстислав Валерьянович вместе с другими художниками мира искусства является одним из авторов возрождения, если не зарождения русской книги. В библиотеке хранится и редкое ценное издание «Бедная Лиза Николая Карамзина» с иллюстрациями Добужинского. Всего было выпущено тысячи экземпляров. Первый экземпляр Мстислав Добужинский посвящает своей супруге. Часть экземпляров 50 раскрашено художником от руки, 50 именных. Остальные пронумерованы. В нашем редком фонде хранится экземпляр номер 239. Работа Добужинского включены во многие современные летописные сборники и подарочные издания. Выставка продлится в музее книги до 19 августа. Записаться на экскурсию можно по телефону 702-89. Субтитры создавал DimaTorzok